МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как говорится, преждевременные аплодисменты, но какие-то вехи я всё-таки хочу сказать. Я родился 1 июня, это день защиты детей. Понятно, что много в моей жизни и судьбе определилось через это. Вот. Женился в 67-м году. Считайте, сколько лет уже прошло. Имею двоих сыновей. А теперь, внимание, пятерых внуков. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Все мальчишки, футбольная команда. Мечтал иметь внучку, но что-то пока как-то не выстраивается. Хочется косички, бантики. А мальчишки всё время пу-пу-пу, бу-бу-бу. По профессии я... Что назвать в первую очередь? Наверное, всё-таки режиссёр, потом актёр. Вот. Я профессор в ГИК, и у меня мастерская актёров. Второй набор. Ну, общественная деятельность. Я избрался секретарём в 85-м году, после шла собака Параэля. Самый молодой секретарь правления Союза кинематографистов. Я застал ещё Сергея Полинаевича Герасимова, Кулиджанова, этих магикан и великих людей. Вот. Поэтому, да, в курсе общественной жизни кинематографической, которая, к сожалению, увы, немножко потускнела за последние годы. Вот. Но лучше буду отвечать на ваши вопросы. Торжественно клянусь быть искренним и ничего не фантазировать. А всё как есть. А там уж не обессудьте. Пожалуйста. Владимир Александрович, добрый вечер. Да, добрый вечер. У меня вопрос к вам, как к человеку с хорошим техническим образованием, выпускнику знаменитого Бауманского училища. Не совсем Бауманский, это был Московский радиоаппаратуростроительный. Это факультет Бауманского. Всё равно хорошее техническое образование. Случайность. Это система случайностей? Как это было в вашей линии жизни? Ну, вообще случайность в моей жизни была системной. Всё было случайно. Случайно я получил первую свою картину «Сатой нянь». Я начинал делать другой режиссёр, и на уровне проб у него что-то не заладилось, и меня вызвало Лиозного. Вот, Татьяна Михайловна, мы знаем её всё по 17 мгновениям весны. Вот, я только закончил в ГИК. И получить полнометражную картину в те годы это было почти нереально. Нужно было проработать ассистентом, вторым режиссёром, снять дебют, две или три части. Ну, в общем, 4-5 лет нужно было поработать в профессии, чтобы получить деньги на полнометражную картину. А тут было мне предложено сценарий. И таким образом я попал на студию Горького. Все мои друзья отговаривали меня это делать. Все говорили, Володя, один ребёнок, пятилетний, шестилетний в кадре, это миллион проблем, а у тебя их 18, этих бармалейчиков. Это явно ты... И уже в следующую картину точно получишь лет через 10. Но честно скажу, я когда взял сценарий, я увидел там две фамилии авторов. Это Вейслер и Мишарин. Это... У меня ноги подломились, потому что это авторы великой картины Андрея Тарковского «Зеркало». Я не поверю глазам своим. Я говорю, а это а? Она говорит, да, да, да. Вот, я не знаю, что я их побудил написать такую весёлую историю. Технический вуз не был случайностью, потому что в те годы мы не могли подумать, а слушаться родителей. Вот, а папа был государственный чиновник и достаточно высокого ранга. И не мы определяли, куда идти учиться, а нас определяли, вот. И я пошёл в технический, как мои братья и сёстры. Два брата, две сестры. Но я не до конца, потому что, вот, пожалуй, я ослушался отца. Когда я пришёл к нему и сказал, что я буду поступать на актёрский, папа мне сказал, Володя, никогда. Получи диплом, потом хоть в клоуны. Но у меня не было уже терпения, и я, конечно, ушёл, не доучился там до конца. Вот, а поступил на актёрский вегетис и потом в театр Пантомимы. Тоже случайность. Так что, ну... Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы только что сказали, что работали в театре Пантомимы. Да. Как вы туда попали? Тоже случайность. Это был 62-й год. Можете себе представить? 62-й год. Это какой-то другой жизни вообще. Вот, а это был танец Твист, тогда вошёл. Рок-н-ролл уже потихоньку уходил, а Твист... И я мог танцевать в 6 вечера до 6 утра. И как-то у меня это хорошо получалось. Ну вот, и танцевали мы всегда у Никиты Михалкова на Воровского. И меня привели в театр Кончаловский Андрей и Андрей Тарковский. Они очень дружили, и они увидели, и говорили, что, слушай, ты потрясающе двигаешься. А вот сейчас театр Пантомимы создаётся. Там тебе вот как раз и место. А действительно, два курса. Это курс Михайловича Рома во ВГИКе. И курс Козинцева. Вот. Они создали театр Пантомимы. А это в 62-м году только-только вообще. Это был Марсель Марсо приехал в Москву, французский мим. Это был Шумбурум. Вот. Театр бессловесной драмы. Можете себе представить. Он был очень популярен. И я с величайшим удовольствием. Меня туда взяли. Я честно скажу, что, если можно так сказать, эстетические принципы, они очень важны для режиссёра. Что можно, но нельзя. Вот нельзя переступать. А иногда же переступают. Мы же знаем, да, когда от стыда можно опустить глаза, чтобы не смотреть на экран. Дело даже не в жестокости, а в смысле необходимости это показывать. Так вот, эстетические принципы заложились там, в театре Пантомимы. У нас были два потрясающих учителя. Это Румнив Александр Александрович, ученик Таирова, и Зобин, ученик Мерхольда. Ну вот, они нам вкладывали какие-то основополагающие принципы искусства. И я очень благодарен этому времени. Очень. Вообще время было потрясающее. В 60-е годы это было ощущение, что вот ещё чуть-чуть, и мы прыгнем вообще куда-то на небеса. Это не только политехнически. Это не только все проснулись. Это не только Гагарин и миллион людей, которые были на улице. Это было ощущение действительно какое-то потрясающее. Но, к сожалению, мы не туда приплыли. Потом мы заплыли в долгий застой. Но тогда мы об этом даже не предполагали. Казалось, что впереди ещё, ещё, ещё будет лучше, 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 лучше. Вот как это произошло. Пожалуйста. Александр Ильич, скажите, пожалуйста, помните ли ваше первое впечатление от съёмочной площадки? Я был на площадке в качестве друга. Мы дружили с Никитой Михайловым, и он снимался «Приключения Кроша». Такая картина «Приключения Кроша». Вот. И я пришёл к ним, потому что там снимался и Коля Томашевский, и Андрей Юренев. Мы очень дружили все. И я тогда увидел вот, что такое съёмочная площадка. Что это огромное количество народу. Всё бестолковщину этого. Что обязательно что-то теряют и не находят, и ждут чего-то. А съёмки были в каком-то гараже на Хорошевском шоссе. Вот. И честно скажу, ощущение у меня было жуткое. Вот. От процесса, который происходил. Вот. Но потом я понял, что есть своя логика в этом вроде бы невразумительном процессе. Что всё идёт системно. Потом складывается и получается кино. Вот. А потом был как актёр. Юрий Павлович Егоров снимал фильм «Не самый удачный день». Я служил в армии. Вот. И мне Юлик Семёнов. Он автор был сценария. Вот. Вы его знаете по 17 мгновениям весны и много-много другим. Он специально написал роль Гранатикова. Меня отпустили в увольнение. Не на три дня, а там, по-моему, на две недели. Хотя я снимался два дня. Там эпизод был у меня маленький. Ну, а потом уже всё. Бацилла кино – страшная вещь. Она проникает. И избавиться от неё ужасно трудно. Ужасно. Если бы не режиссёр, не актёр, то что бы? Наверное, путешественник. Я, конечно, мечтал бы иметь голос в повороте. Вот. Господь дарует, да? Вот это же потрясающе. Кому-то вот так. Пим! И всё. Что может быть совершеннее вообще? Но это один на 50 миллионов. А что-то самому, то думаю, путешественник. Я бы с удовольствием путешествовал. Писал бы какие-нибудь заметки. Но путешественник из меня не получился. Может быть, другой жизнью. Пожалуйста. Владимир Александрович, расскажите, пожалуйста, о вашем самым ярком детском воспоминании. Небольшую новелку расскажу, маленькую. Это у меня есть такая картина «Мио мой мио» по Аскрид Лингрен. Замечательная шведская писательница. И мы ещё не начали снимать, а готовили только. Я ещё, в общем, плохо ориентировался, какая будет картина. Я понимал, что это не русская сказка, а западноевропейская. Что есть свои законы, свои условия и прочее, прочее, прочее. И мы поехали в Стокгольм по каким-то делам, потому что это было совместное производство. Советский Союз, Англия, Швеция и Норвегия делала этот проект. И на второй день прибегает мой продюсер, швед, и говорит, Володя, мы встречаемся с Аскрид Лингреном. Миленький, мы идём к ней домой. Ни нога не переступала её квартиры, ни одного журналиста вообще. Я не знаю, почему она сделала такое исключение. Мы идём домой, к ней. Господи, но сердце моё забилось, потому что я понимал, что она меня спросит. Грамматиков, ну и каким будет наш фильм? Каким ты увидишь? А я его ещё не очень видел. А что-то сочинять этой уважаемой женщине мне не очень хотелось. Я схватил этот чайник жельский в подарок, и мы пошли. Звонок в дверь, она открывает. Я думаю, ну, сейчас она и спросит, каким ты видишь наш будущий фильм? Но она взяла чайник, его сполоснула, заварила. Прошли к ней в кабинет, она посадила на диван нас. И вдруг говорит, Володя, как вас зовут? Я говорю, да. Со скольких лет вы себя помните? Я говорю, я помню себя где-то, ну, лет с четырёх. Она говорит, ну, с четырёх лет и начни рассказ, что ты запомнил по сегодняшний день. Два с половиной часа было моей исповеди. Два с половиной часа я ей рассказывал, что я зафиксировал. И подумал, какая гениальная старуха. То, что я из всего увиденного выбрал и осознанно запомнил, это и есть я. Я, честно скажу, она встала, обняла меня и сказала, вперёд, у тебя должно всё получиться. Господи, у меня всё оборвалось от счастья. Каждый режиссёр, я думаю, что каждый, имеет мечту потаённую снять фрагмент своей жизни. Чаще всего это детство. Это может быть юность, может быть зрелые годы. Вполне. Но мне всегда хотелось снять из детства. Это фантастическая история переезда Свердловска в Москву. Когда мама ехала в товарном вагоне. Она продала всё, что было, потому что нужно было оплатить вагон. Она оставила только пианино, потому что она была оперной певицей. Четверо детей, можете себе представить. Собака Лайка. И вот мы в 47-м году, конечно, это был не три дня, а две с половиной недели этот переезд. Когда мы ехали в товарном вагоне на встречу с отцом. Мы не знали, что с ним. Он уехал, и мы не знали, то ли его забрали, как говорили, то ли, то ли, то ли, то ли. И это в моей памяти очень живо всё. Я помню фрагменты этого. И мечтал бы, конечно, снять об этом. Это был гимн матери, гимн женщины. Потому что, честно скажу, в России, вот и сейчас период, как бы, мужички наши немножко пошатнулись. И с работой тяжело, и то тяжело. И женщины сейчас опять берут ситуацию в свои руки. Но это уже не первый раз. Я думаю, что справитесь. Да. Владимир Александрович, скажите, вообще следите за судьбой детей, которых когда-то сняли в своих фильмах. Вот, к примеру, что стало с мальчиками, исполнителем главной роли Мио Мой Мио? У-у-у, какой интересный вопрос. Это целая детективная история. Значит, на Мио Мио, это совместный проект, и я должен был снимать его на английском языке. Понимаем. Дети должны были говорить. Два героя, там Мио и Юм-Юм. Пара. На английском языке. Ну, имея связи, имея возможности, я получил в консульском отделе МИДа семьи, которые вернулись из длительных англоязычных стран. Дети там родились, прожили 8-9 лет, и... Получил. О, ужас. Приходили наглые, совершенно мальчики, которые уже полмира объехали вообще, и все такое. Все он видел, все он знает. А мне нужен романтический был герой, распахнутый, наивный и трогательный. Где-то на третьей паре я сказал, конец. Закрываем эту тему, я даже смотреть не буду. Это там мы нашего героя не найдем. И тогда я, к великой радости продюсеров, сказал, ищем детей у вас. Они сказали, раз у нас, то это Лондон. Лучшие театральные школы детские в Лондоне. Какая интересная метода там. Там не родители приводят театральную школу, там агент. Бегает и рыщет, находит талантового ребенка. И берет за него ответственность до 18 лет. Но не только ответственность, но и от 10 до 25% любых его заработков. Дальше он передает или не передает агенту уже взрослому. Понимаете, да? Совершенно другой подход. В Англии шесть театральных школ, мощнейших. Значит, я составил 70 вопросов. Сняли 240 детей на кассету. Я приехал, прилетел в Лондон. Три дня и три ночи, не выходя из номера, просмотрел. Выбрал 70 детей на личный контакт. Учитывая, что мне нужно найти двоих. Я, значит, в первом туре дал такое задание. Мне нужно было эмоционально найти, ребят. Представьте себе, на импровизацию идут. Мальчик приходит к другому, навещает его. И тот говорит, прогуляй мою собаку, я болею, не могу. Только не спускай с поводка, она немножко такая, своенравная. И тют начинался. Мальчик возвращается с погибшей собакой. Она попала под машину. И они должны объясниться. Кончилось все диким скандалом. Дичайшим профсоюз. Агенты сказали, что такое. Из Советского Союза приехал сумасшедший, дает такие задания неэтичные детям. Все, конец, так нельзя. Я продюсерам говорю, ребятушки, а иначе я не найду. Все, вы должны сказать, какой будет третий тур. Из 70 я отобрал 15. Из 15 я должен был выбрать двоих героев. Говорите, какое будет задание. Я говорю, никогда в жизни не скажу. Какой же смысл? Три дня я держал, как Брестская крепость, осаду. Не сказал. А этюд был такой. Мальчик, уже один, тут один, приходит из школы и застает мать в дверях с чемоданами. И мать говорит, Джон, прости меня, я развожусь с твоим отцом. И возможно, случится так, что мы два года, наверное, не увидимся. И он должен сделать все, чтобы ее не выпустить, чтобы она осталась, чтобы она еще поговорила с о том, чтобы они... Вот такой этюд. Так вот, выиграли два. Кристин Белл и Николас Пикард. Николас Пикард из семьи... Они содержат пивной паб. Это малоимущая семья. А Кристин Белл, который играл Юм-Юма, он из аристократической семьи, и семья была заточена сделать его звездой. Он и стал им. Он сейчас... Кристин Белл, это играет Бэтмена последнего. Он входит в десятку молодых актеров Америки. Кристин Белл. Так вот, теперь я вам расскажу величайшую тайну. Мы сняли Мио Мо Мио, и американская знаменитая компания, Мирамакс, купила в прокат картину. Первое, что меня потрясло, что они перетонировали американскими детьми англичан. Потому что американские дети не хотят слышать совершенно английскую речь. Бэ! Они хотят слышать американскую речь. Можете себе представить? Второй интересный факт. Они ее убрали в сейф. Почему? Потому что Кристин Белл был утвержден Стивеном Спильбергом на главную роль в фильме «Империя солнца». Но Кристин Белл ни в одном интервью, нигде никогда не сказал, что он уже снимался в совместном европейском советском проекте у режиссера Громатикова. Его открыл Стивен Спильберг, понимаешь, «Империя солнца». И только после того, как «Империя солнца» вышла на экраны, они достали из сейфа, «Мио в стране далекое» и они назвали и показали. Так вот, Кристин Белл, мы где-нибудь с ним встретимся. Я его спрошу в этике. Но он сейчас просто суперизвестнейший человек. Что говорить? Звезда, абсолютно голливудская звезда. Но по-разному складывается, по-разному. Процентов 5 остаются в профессии. Остальные все потом ее меняют. Владимир Александрович, а все-таки почему вы выбрали с самого начала жанр детского кино? Не потому ли, что вы родились 1 июня? Это же мистика. Нет, видите, это была случайность. Я не думал о детском кино, но получился «Гусатый нянь», потом «Шла собака по роялю», потом «Сказки» и «Мио-мио», и «Сказка о купеческой дочери» «Аленький цветочек». Честно скажу, размышлял об этом. И надо сказать, что я благодарен судьбе, что у меня был этот такой спасительный остров. Понимаете, детское кино – это многожанрово. Это и сказка, это и мюзикл. Это такое многообразие, и искренне ты можешь всегда оставаться. И честно скажу, меня не очень не интересовала социальная жизнь. Почему премию дали или что-то это, почему не дали. Как-то я не очень понимал, а вот этим я с удовольствием занимался. Я хотел попробовать все. Я хотел попробовать и комедию. У меня есть такая картина «Руки вверх» или «Враг номер один». Это замечательный пежевский писатель Лев Давыдовичев. Вот. Жанр картины, знаете, как звучит? Детская, музыкальная, комедийная, эксцентрическая пародия на детектив с куплетами и трюками. Можете себе представить, что это такое? Ну, были и взрослые картины. Вот. И их не так много, но я их люблю очень. Светвички Либерти. Вот они мало знают, а картина такая взрослая, нервная, жесткая. И вот сейчас я вернулся опять. Последняя моя картина – это «Тайны сибирской княжны». Это экранизация Лидии Чарской. Первая экранизация Лидии Чарской, которая была запрещена там 78-80 лет не переиздавалась. Великая русская писательница. Семейное кино, поверьте мне, оно очень красивое, очень драматичное. У меня есть копия, я вожу ее и знаю, как плачут. Но это слезы очищения в зале. Вот. Но сегодня, видимо, это еще не нужно никому. Вот лежит снятая картина и ждет свой час. Я знаю, что еще немножко и все будет хорошо. Владимир Александрович, мы знаем вас как замечательного актера. А можете вспомнить самую долгую съемку своего самого короткого актерского эпизода? О-о-о! А где вы это разнюхали? Но тут нет, тут этически я не могу рассказать. Причин. Я могу сказать, что есть фильм «Осенний марафон». И у меня там небольшая роль. Пташук. Это Гея Данелия. Фамилию взял своего сокурсника Миши Пташука. Ну вот. Я его играл, несчастного. Почему-то мы очень хорошо ее зрители восприняли. Вот. Жертвенность мужскую. Вот. А любимая роль, пожалуй, наверное, фильм шестой все-таки. Пашка. Когда мы снимали, мы даже не могли подумать, что это будет такая успешная работа, что это будет такой шлягер. Роль я очень люблю, потому что она мне понятна была, такой благур. И вы знаете, она много раз выручала. Когда меня останавливали, ГАИ, а им, видимо, показывали в свое время, там, при советской власти. Вот. И когда он улыбался и говорил, полный компресс. Я понимал, все, денежка сэкономлена. А вот в последнее время они кино не смотрят. Популярность не такая. Вот. Вот приходится раскошеливаться. Но ничего. Пожалуйста. Владимир Александрович, вот истории со счастливым концом, как в сказке, вы с детства любите? И скажите, пожалуйста, на какой литературе вы воспитывались? У нас мама была путеводителем в детстве, потому что она, когда мы приехали в Москву, она уже не стала заниматься профессиональной деятельностью. она воспитывала детей, она стала домохозяйкой. И я буду помнить об этом всю жизнь свою. Потому что она находила вот для всех нас пятерых знаки внимания. Понимаете? Вот мы вечером ложились и руку под подушку раз, а там конфетка. И, конечно, это книги, которые подкладывались. А потом семье многодетной это же передавалось. Понимаете? Ты прочитал, ты уже другое спрашивал. А ты, а ты, а ты, а ты. Сейчас вот проблема с внуками, они вообще книг не берут в руки. И я понимаю, что, да, интернет, они имеют доступ к мировому наследию культурному. Пожалуйста, можешь бродить по залам Британского музея или в Прадо. Но они бродят же не там, если бы они туда заходили. Они же мир воспринимают абсолютно через визуальный ряд. Это телевизор, это компьютер, это игровые приставки и все. Надеюсь, что это временно как бы этап. Но куда это выйдет? А вот куда, я не могу понять. А вот что, чтобы быть, к чему-то, к мысли какой-то подвести. Что страшно? У них отключается эмоциональный регистр. Вы понимаете, когда ты читаешь книгу, ты все переживаешь, и ты можешь перечитать еще раз абзац. А они, когда играют в эти игры, у них, я посмотрел, переписку, абсолютно отключается эмоция. Им не нужны эмоции. Это только информация, только обмен, и все. Вот это опасно. Вот это опасно. То, что притупляется эмоциональное восприятие. И в том числе общение с родителями, и друг с другом. Понимаете? Вот тут нужно быть очень внимательнее нам всем. Очень, очень как-то следить за этим делом. Потому что, если притупиться эмоциональные контакты, то это ой-ой-ой, и это потом не восстановить. Это очень опасная зона. Да, простите, мы ушли в техническую часть, но важную. Важную. Да. Владимир Александрович, расскажите, как вы снимали «Шла собака по роялю», и кто лучше поддается дрессировке, дети или собаки? Я вам расскажу одну историю «Шла собака по роялю». Снимали мы под Владимиром, город Ковров. Надо сказать, что картина очень сложно склеилась. Дело в том, что это Токарева, Вика, и ее литература, она имеет такой, ну, как бы, флер в литературе. А кино – это реальная вещь. И когда я вот снял, я увидел каких-то придурков. Все мои герои немножко такие... И это был ужас для меня. Потому что я их всех любил, когда снимал. Они были вне-ка мои. А они получили все немножко с приветом, большим приветом. И картина получилась какая-то необаятельная. Это самая сложная по монтажу была моя работа. Я жил в монтажной. Я там поставил раскладушку. У меня ничего не клеилось. Картина не собиралась. Вдруг я понял, что я неправильно ее монтирую. Я ее клею с точки зрения, как будто я жил в деревне, что я явился свидетелем этих всех событий. и поэтому у меня ничего не получалось. И я подумал, мне нужно ее клеить как человек приехал из Москвы и что-то услышал, где-то что-то увидел, где-то что-то не изнутри, а наоборот, со стороны. и все мгновенно склеилось. Так вот, там была такая история. Там был кадр в деревне, когда петух должен был прокукарекать. Это обязательно, потому что это мне нужно было для начала танго, танки, когда она идет доить корову. И Леша написал для Рыбников потрясающий танго. Мы туда ввели ведро и струйки молока, как будто это Леша клизмой ввел на стенку и писали. Точно в музыку уже должно быть. пам-пам-пам-пам-парарарам. Понимаете? Чень-чень-чень-чень. Короче говоря, оказалось элементарный кадр. Петух. У-у-у-у-у-у-у-у. Приехал специальный человек. Называется дрессировщик. Принес меню петуху. Красная икра, черная икра, белорыбец, краснорыбец. Ужас. Жил недели полторы. Я все никак не мог подойти к этому кадру. Выпивал регулярно, мне докладывали. Ну, я говорю, все, будем снимать петуха утром-завтра. Приехал с петухом, все. Камеру поставили, свет, все сделали. Я говорю, ну что, давайте. Саныч, они всегда по отчеству, без имени. Саныч, все будет нормально. Я говорю, хорошо, давайте. Мотор, хлопушка, бум-бум. Он кидает петуха, тот головой об этот стол и падает. Ну, не замертво, но нехорошо петуху. Он переполошился, дубль два, сейчас, 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 все будет в порядке. Саныч, не волнуйся, ну, бывает, ничего, ничего. Опять кидает этого петуха, еще хуже, ужас. На третий раз петух пролетает мимо этого вообще бревна и в огород. Короче говоря, 12 дублей и ничего. Стоит рядом деревенский дедок. Ча птицу мучите. Я говорю, дедуль, ты иди себе. А уже понимаем, да? Значит, я говорю, дедуль, иди. Он говорит, не, брат, че мучаете птицу? Я говорю, мне нужно, чтобы он сел и прокукарекал. Он говорит, ну и че, и все, что ли? Я говорю, дедуль, ты видели, что здесь делается? Уже 12. Сейчас. Ушел. И идет с потрясающим, возвращается петухом. Знаете, такие медные, такие наглые, такие с красным здесь наберетом на голове, всех кур он топчет. И вообще, ну такой, даже не знаю, с кем его сравнить. Ну, Киркоров, вот такой вот. Значит, шикарный, шикарный, шикарный петух. Вот. Я говорю, нет, и че? Он говорит, ну, включайте вашу железяку. Железяка – это камера. Мы включаем, он берет его, клянусь, за лапы, задние, хотел сказать, у петуха, за лапы, и вот так вот, раза четыре, и кидает. И петух в полете на этот, бум, вцепился в этот, деревянный этот, и потрясающий три раза кукарек. Ну просто, ну мечтать можно было. Да. Он должен на ухо ей, как бы, ну, стучать, он информатор там, что происходит в детском саду. Че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-то там, хотя бы там, ну, головой потрясти немножко. Все. Мы снимаем, он опять мимо, потом так, потом туда-сюда. Максимум, что мы сделали, он вцепился в плечо, ну, как, речи не могло быть, чтобы он там что-то в ушко ей. Да. От отчаяния режиссеру всегда находит выход. Я говорю, фондук, орех есть? Есть. Я показываю попугаю, и говорю, Люда, извините, ради бога, придется в ушко засунуть. И все, попугай прослеживал это все. И тык, и точно, и туда сразу выковыривайте его. Он, я вам, раскрывает тайны. Это опасно. Владимир Александрович, скажите, а на ваш взгляд, какое сейчас нужно снимать кино для детей, воспитанных на Гарри Поттере, на, в общем, на западной культуре? И какие сюжеты и истории интересны им сейчас? Вы знаете, я делаю такой фестиваль в Орленке, форум, бумеранг. Это я привожу 400 детей со всей России Матушки, с 80 регионов, которые снимают кино сами. И руководители студий, человек 90. В сентябре в Орленок привозим детей. Они показывают свои работы, обсуждают. Это и мультики, это и документальное кино, это и репортажи, скрытые камеры. Но мы их, теперь, сказали, не будем брать. Учителей они снимают, родители. Не очень... Горячие моменты, скажем так. Мы привозим ведущих кинематографистов, проводим мастер-классы. Очень серьезные люди этим заняты. Вот. И я, ну, так как 3,5 тысячи детей собраны, это в Орленке, глупо не протестировать, не узнать чего. А, кстати, очень интересный факт тоже. В прошлом году я всегда спрашиваю, что бы ты хотел получить? Диплом престижного института, МИМО, Бауманкова, МГУ, или профессия, которая сейчас востребована. Очень интересная динамика. Больше хотят получить профессию, которая востребована, и хорошо оплачиваемая. Такой момент интересный. Так вот, я думал об этом. Какое же кино делать? Конечно, это синтез наших традиций. Все-таки у нас потрясающие были сказки и мультики, да, в 40-е, в 50-е годы. И эти традиции нужно хранить. Это и душевность, это и благородство, это, это, это. Но, конечно, при этом нужны современные технологии. Это все равно компьютерная графика, все равно новые герои, персонажи. Это, я вам скажу, что, это книга Акунина, детская книга его. Это готовый, великолепный сценарий. Это наш Гарри Поттер. Там 4 исторических пласта, путешествия героя, там все есть, очень современно. Понимаете? Но, чтобы ее экранизировать, ну, нужно, там, 30 миллионов долларов точно. А кто их сейчас даст? Детская картина, долгоиграющая. Она не вернет сразу деньги, как дневной дозор. И когда говоришь потенциальному спонсору или инвестору, что Золушка 50 лет, пашет и пашет, а ему не интересует, что он получит через 50 лет. Ему нужно сейчас. Ровно сколько он дал, ну, чуть-чуть, хоть немножко, еще чуть-чуть. А на детских сеансах нету, сейчас не вернешься этих денег. И получается, замок. Государство обещает, что будет давать деньги теперь 100% на детский фильм. Посмотрим. Я очень внимательно за этим наблюдаю, поверьте. Пожалуйста. Владимир Александрович, а как в вашей жизни появился Одесский фестиваль визуальных искусств в Орленке? Я понял, что дети большого экрана не видели в возрасте от 7 до 10 лет. Клубы-то закрылись. Понимаете? И они не видели киноэкрана. У них только остался телевизионный. Вот мы и подумали, что нужно помочь. И мы собирали то немножко детское, что делалось, а делались уже крохи. Но у нас есть классика. У нас есть потрясающее детское кино 40-х, 50-х. Вот. Мы брали мультики, брали тех патриотов, которые за небольшие деньги приезжали туда навстречу. И вот так возник этот фестиваль визуальных искусств. И 5 лет мы были в Артеке, но потом нам сказали, что это уже международный фестиваль, что нужно украинский язык открывать. Мы говорим, ну давайте, если международный, на английском хотя бы. Ну вот, тик-тик-тик-тик. Потом таможня. Наши фильмы арестовала. Я сказала, мы знаем, вы там не детям крутите, а ночью в профсоюзные здравницы фильмы возите. Вот это, когда я услышал, я сказал, до свидания. И вот. И мы переехали в Орленок. Вот. Но делали 9 лет в Орленке. В фестивале визуальных искусств. Ну он уже просто пережил себя. Защитно интереснее детское кинотворчество. Вы, поверьте мне, потрясающие работы делают ребята. Поэтому мне это интереснее. Вот я сейчас занят бумерангом. Да. Пожалуйста. Насколько я знаю, снимать детей в кино очень сложно. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то своя универсальная формула, рецепт работы с ними? Вот. И случалось ли вам попадать когда-либо в такие ситуации, которые вас ставили в тупик самого? Ну, естественно, самое сложное было на усатом няне найти этих бармалейщиков в возрасте четырех с половиной лет. Но самая-то трудность, о которой вы не знаете, это то, что по трудовому законодательству, а в Советском Союзе это было ой-ой-ой документ, ребенка четырех лет можно было снимать четыре часа. А что остальное? Четыре часа снимать Проханова? Понимаете? Я тогда придумал гениальное решение. Мне нашли восемнадцать пар близнецов. Понимаете? Нет. Вы рано радуетесь. Эксперимент не удался. Почему? Они диаметрально противоположны по характеру. Абсолютно. И вы бы увидели подмену. В принципе, работа с детьми у каждого режиссера разрабатывает свою методику. Ее даже не преподают во ВГИКе. Каждый режиссер, наш великий, Иролан Быков, Илья Фрес и Боря Рыцарев приходили по-своему. Значит, дается объявление, приходит полторы тысячи бабушек, бабушек, дедушек, пап и мам, которые приводят своих гениальных детей, как они считают. А свой ребенок гениальный, конечно. Ну тут чего? Но этот ребенок гениальный дома. Его поставят на тумбочку, и он прочитает стишок. А когда он приходит на студию в незнакомую обстановку, конец. Он зажимается, как мы говорим. Но родители-то его хотят сделать Юл Брэннером или Сарой Бернард, поэтому его настраполяют, говорит, Катенька, ты придешь, встанешь так, ножки вот так, ручки вот так, и смотри, вот тебя попросят прочитать стишок или петь песенку. А я никогда не просил читать стишки и петь песенку. Я задавал совершенно неожиданные вопросы ребенку. Я говорю, какой цвет глаз у воспитателя в детском саду? Понимаете? Насколько наблюдает, насколько она подвижна, насколько и... Это еще до проб. Это беседы. Самое сложное, знаете, что? Когда на героя пробуется пятеро мальчиков, а берешь одного и объяснить тем четверым, что он не подошел. Не потому, что он плохой. И вот это подтвердят вам на студиях. Это всегда я сам объяснял. Не перепоручал ни ассистентам, ни второму режиссеру. Я вызывал каждого из них и говорил, ты просто не подошел, потому что немножко другой нужен. Ты очень талантливый, ты очень хороший. Понимаете? Это наносится жуткая рана. А их же таскают родители. Я же сумасшедшая мама. Это просто кошмар. Она за шкирку этого ребенка хочет, он не хочет, а он уже не хочет ходить на эти пробы, как теперь говорят, кастинги. Вот. А мама говорит, нет, сыночек, поедем. Будешь мыло рекламировать и зубной порошок. Хорошо. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так мы подружились. Потом шла собака по роялю, потом... Есть такая картина «Вера, Надежда, Любовь» о гражданской войне. Там потрясающую музыку написал Алеша Рыбников. Просто... Я очень люблю. Люблю, конечно, тему «Руки вверх», когда трамвай едет по пляжу, там тоже его тема потрясающая. И мы проработали восемь фильмов вместе. И «Звезда и смерть» была нашей мечтой. Но это дорогостоящая картина. И мне говорили, подожди еще, подожди. Потому что мы снимали ее на 70-миллиметровую пленку. Наши псевдодолби. Магнитный полив. Это такое... И это были кинотеатры гигантские. Сейчас их ни одного не осталось. Вот. Но вдруг мне сказали, давай, мы даем тебе деньги на «Звезду и смерть» Хвакина Мурьетова. И работала в Ялте. Мы снимали это все. Денег поехать в Чили или в Калифорнию не было. Поэтому всю Калифорнию мы строили в Крыму. Очень тяжелая работа была, потому что это все время динамики мощные, чтобы синхрон актеру. Это все время маленькими кусками. А камера размером вот с этот... Если даже больше. 70-миллиметровая. А мюзикл... Камера должна летать, спорхать, все должно быть монтажным. Ваша супруга Наталья Николаевна, дочь известного художника Жукова, автора портретов Ленина. Ну, не только. Да. Вот особое отношение к истории сохранилось ли в вашей семье? У Николая Николаевича была выставка в Академии художеств, которую сделала сестра Наташа Арина. Потрясающая выставка. Потому что Николай Николаевич не только Ленин нарисовал, у него великолепные детские серии, Нюрненбергский процесс и многое другое. Рисовальщик, он просто гениальный. Потрясающий. Традиции семейные с каждым годом сложнее, потому что дети заняты профессией. Раньше я всегда собирал внуков на даче, это был закон, суббота, воскресенье. Но сейчас они взрослые, у них своя жизнь. Вот. Но мы все общаемся, мы все живем жизнью друг друга, насколько это возможно сегодня. Вот. Не хватает, мне не хватает общения, не скрою. Но что делать? Абсурд нашей жизни в том, что мы не можем ничего планировать сегодня. Я не знаю, что у меня будет через неделю. Вы понимаете? Это ужасно. Люди необязательные стали. Каждую позицию нужно прорабатывать по четыре раза, перезвонить, переспросить. Чтобы получить один проект, нужно вести пять. Понимаете? Чтобы один состоялся. Это столько времени, столько сил. Ну а что делать? Мы сами эту жизнь себе сочинили и придумали. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. Спасибо вам. Все. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...